Наше время с Богом. Мир вам, друзья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Друзья, хочу спросить, у вас есть наручные часы? Или вы пользуетесь мобильным телефоном, чтобы узнать время? Но у каждого у нас в доме и в каждом помещении есть настенные часы. Зачем нам вообще часы? Нам нужно знать время. Время – начало и время, когда закончится. И в каждом возрасте время бежит по-разному. В молодости медленно, в старости очень быстро. Но мы все живем во времени, а наше время с Богом идет медленно или быстро? Как бы там ни было, на ваше время Бог тоже имеет свою благодать, свою руку. Как это? Мы сейчас посмотрим, как Бог имел влияние на время в Ветхом Завете и вспомним некоторые случаи из нашей жизни. Стоит отметить, что мы много говорим и будем говорить о благодати Бога, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть с нами в этом увлекательном путешествии. Наше время с Богом. Перед тем, как мы будем смотреть на время и Бога в Библии, мы посмотрим, как Бог, Божья благодать, проявляется в нашей с вами жизни сегодня. Так лучше вспомнить и понять Слово Божье. Когда мы говорим о благодати Господа, сестры, братья, хочу на этом сделать особое ударение. Мы не обсуждаем что-то новое, а смотрим на нашу жизнь и вспоминаем подобные случаи и в нашей жизни. Если вы пришли с веры в Иисуса Христа к Богу, то вы дитё Божье, исполненный Духом Святым и благодать Бога Отца на вас с первого вашего дня в жизни с Богом. И, конечно, Божья рука была, есть и будет всегда на вас и всегда. Вы всегда под пристальным взором Бога и без сомнения. Всё, о чём мы говорим, это не новое для вас. Мы сейчас смотрим на Слово Божье и вспоминаем, что уже было у нас. И больше того скажу – было, есть и будет. В этом подкасте мы поговорим о такой величине, как время. Например, у вас были такие случаи, что, когда у вас большая работа, вы помолились и начали работать. Прошло время, вы сделали всё быстро и, на удивление, хорошо, даже не устали. А когда посмотрели на часы, то время как-то быстро прошло. Даже засомневались и всё перепроверили, всё ли сделали. Если у вас были такие случаи, поставьте лайк под записью, нам для свидетельства. Бог может руководить временем, Он может влиять на наше время, конечно, когда мы с Богом. Такие случаи – это явная рука Божья, благодать на вас. Когда такое происходит, не забудьте поблагодарить Бога, как Бога. Посмотрим, что на это говорит Слово Божье, примеры из Библии, где Бог вмешивается в исход времени. Бог и время. Посмотрим, как Бог создал для нас, человечество, время. Откроем книгу Бытие, 1 глава, стих 14. И сказал Бог, да будут светила на Тверде небесной и для освящения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. Это книга Бытие, 1 глава, 14 стих. Поскольку Бог не создавал светила для управления людьми, не для влияния на духовный мир. Он создал, во-первых, для освящения земли, во-вторых, для отделения дня от ночи, в-третьих, для знамений и времен. И, конечно, чтобы мы могли рассчитывать и жить в днях, и годах. И все это для нас, земли и человечества. Важно отметить, что дни и годы созданы не для духовного мира, не для духов. И, конечно, Бог создавал все не для себя. Даже если бы и так, Он сказал бы нам об этом. Так, братья, сестры? Да, Бог живет в вечности, вне нашего времени. Он создатель того, в чем мы живем. И время создано для нашего удобства. Но кто сказал, что Бог не может управлять временем, или наше положение во времени? Он может все, Он выше. Мы все Его творения, а Он творец. И когда Бог хочет вмешаться в нашу с вами жизнь и изменить ход, ощущение нами времени, кто сказал, что Он не может? Он может все. И по любви своей, благодатью часто это видно. Но посмотрим на некоторые истории Слова Божьего, Библии, то, что Бог хочет, чтобы мы знали. Облако и мрак для одних, освящение для других. Откроем книгу Исход. И посмотрим на Моисея, сынов Израилевых и фараонов. Книга Исход, 14 глава, стихи с 19 по 21. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел сзади их. Двинулся и стол облачный от лица их, и стал позади них. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых. И был облаком и мраком для одних, и освящал ночь для других. И не сблизились одни с другими всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь. И сделал море сушью, и раступились воды. Это книга Исход, 14 глава, стихи с 19 по 21. Написано, что между сынами Израилевыми и египтянами стал стол облачный. Вошел ангел Божий. Но что произошло? Был вечер. Это был вечер. В результате колесницы фараоны настолько приблизились к Моисею, что они видели друг друга. В 10 стихе написано. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу». Исход, 14 глава, стих 10. Представляйте ситуацию. Как бы вы повели себя в такой ситуации? Увидеть спасение Господне. В 13 стихе написано. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которые Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки». Исход, 14 глава, 13 стих. Это было спасение от Господа. Написано, что египтяне целую ночь не могли приблизиться к сынам Израилевым. Если смотреть невооруженным взглядом, человек может видеть не более 10 километров. Представьте египтян. Колесницы едут, но не могут доехать. Едут целую ночь 10 километров, но они на месте. Если разбирать более глубоко этот стих, облаком и мраком. Мрак был настолько густой, что был почти осязаем. Был густой и вязкий. Такой, что египтяне не могли доехать всю ночь до тех, кого видели вечером на расстоянии 10 километров. И интересно, что подумали египтяне? Как вы думаете? Если бы они понимали, что с ними происходит, они продолжили бы путь утром? Сыны Израилевы Бог замедлил колесницы египтян. А сыны Израилевы, сколько времени они переходили море? Представьте колонну из 600 мужчин только. Если взять детей и женщин, то колонна была примерно из 2 миллионов человек. Представляете? Так вот, египетский царь вечером видит колонну детей Израиля и начал гнаться за ними. И догнал. Только на середине моря. И в это время колонна около 2 миллионов человек проходит море. Сколько, как вы думаете, эта колонна проходила сквозь море? Но это все риторические вопросы, можно не отвечать. Просто, на досуге, почитайте исход 14 главу и представьте, что там было. Бог замедлил время у египтян и ускорил у сынов израильских. Поэтому до сих пор режиссеры фильмов не могут этот случай описать в логическом порядке. Потому что это была рука Божья на египтянах и сынах Израиля. Его чудеса и знамения не всегда поддаются логическому пониманию. Их лучше принимать сердцем и верою. Слава Богу и нашему Отцу Небесному. Скажите Аминь. Тень царя Езекия. Посмотрим еще на один случай из жизни царя Езекии. Книги 4 царств 20 глава стихи 10 и 11. И сказал Езекия. Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И возвал Исаия пророк Господу. И возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым. На 10 ступеней. Это книга 4 царства 20 глава стихи 10 и 11. В этом случае Бог возвратил тень царя на 10 ступеней. Тоже необъяснимый случай, но это на первый взгляд. Вспомним книгу Бытие 1 глава стих 14. И сказал Бог. Да буду светила на твердень небесных для освещения земли и для деления дня от ночи. И для знамений, и времен, и дней, и годов. Бытие 1 глава стих 14. Благодаря тому, что Бог может использовать светила как для определения времен, так и для знамений. Для Бога нет ограничения времени и влияния на светила небесное, поскольку это все Его творение и создано с Его задумки и Его решения. Скажите Аминь. Благодать Божья, она существует. Это все немного непонимаемые места из Библии. Конечно же, не все от Бога исходит. Его рука, благодать можно понять нашим разумом. Безусловно, иногда нужно принять сердцем и верою. А в наше время, где можно увидеть такие случаи? Все очень легко. Зайдите в любую церковь. И, скорее всего, там есть люди, которые больны неизлечимыми болезнями. Я не говорю за тех, кто получил исцеление, а о тех, кто не излечивается. И каждый день у них подарен Богом. Спросите у них. Они верят в Бога или знают, что Он есть? Спросите о благодати Божьей, она существует или нет? Что и говорить. Конечно, существует. И она в нашей с вами жизни была, есть и будет. Так же, сестры, братья. Собственно говоря, кто сказал, что Бог не может управлять временем, нашей жизнью или наше положение во времени? Он может все. Он выше. Мы все Его творения, а Он творец. Сестры, братья, наше время полностью в руках у Бога Отца. Скажите Аминь. Вдобавок, вспоминайте случаи Божьей благодати и изменения вас, ваших дел, жизни во времени. Наблюдайте за каждым днем. Смотрите, ищите руку Божью. Он всегда полон делами Бога Отца. И дайте Ему благодарность как Богу. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали по Библии, смотрели, что говорит Слово Божье о Исходе, царей и зекий и нас с вами. Более того, мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Святого Духа. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения я сейчас заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово Откровение от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.